Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. PSG и Manchester United формально равны и по силам команды. Каким будет ваш подход к этому матчу? Игрокам нужно настроиться и показать хорошую игру в предстоящем матче, давление на них никто не оказывает. В прошлом матче вы без особого труда забили 3 против PSG, сможете снова одолеть их. Зависит от того, какие выводы они сделали из прошлого матча, нам известны их слабые стороны. В последнее время ваша команда находится в прекрасной форме, как вам кажется, вы сможете сохранить ее в предстоящих матчах? У меня нет в этом никаких сомнений, в последних матчах игроки обеспечили прекрасные результаты, лучше и быть не может. Всем привет дорогие друзья, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за Manchester United FIFA 21. Огромное спасибо вам за поддержку прошлой серии, давайте попробуем к этому ролику набрать как можно быстрее. Больше 1000 лайков, для вас это не проблема, а для меня хорошая мотивация снимать как можно чаще. Как мы видим, сегодня у нас серия стартует матчем против PSG, они идут на втором месте в чемпионате, и Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца. Ноябрь получается у нас так. У нас пока 12 очков в группе, у PSG 9, у Лейпцига 6 и у Башхахира 3, и это финальная игра группы. Посмотрим, как она сложится, у нас также сегодня игра против Tottenham в чемпионате, которыми мы делим первое место в турнирной таблице, ну а также игра еще в кубке. Ну и как мы видим, пока среди бомбардиров здесь наших игроков-то даже не видно. В Лиге чемпионов пока как-то все скромненько, давайте посмотрим, кто здесь есть. У Роналда 3 мяча забито в 5 играх. Лидирует пока что у нас Кевин Дебрюйне и Эден Азар, или нет, скорее всего это Торга Назар из Баруси Дортмунд, у них по 7 голов. И в общем надо вливаться Роналду в эту бомбардирскую гонку и попробуем сегодня забить PSG. В принципе состав в хорошей форме, все полны сил, и вот такой вот состав у нас у PSG, Наймар Мбаппе и Ди Мария в нападении, Верать, Паредо Скаутиньо, Бернат, Маркиниес, Кимпэмбе, Флоренц и Навас. Будет интересная встреча и ребята поехали. Я бы не сказал, что в последних матчах у нашей команды все складывалось здорово. И в бомбардирской гонке, как мы видим в Лиге Чемпионов, не все здорово, здесь нет особо наших игроков на вершине. И в чемпионате наша команда растеряла очки лидерства, и уже там началась такая довольно плотная массовка в начале турнирной таблицы. Там и Тоттенхэм, и Манчестер Сити, все уже рядышком. С Тоттенхэмом у нас по-моему вообще равенство очков, поэтому не все пока складывается здорово. И там, где у нас было преимущество, мы его растеряли. Но в Лиге Чемпионов уже мы минимум выходим в 1-8, что будет дальше пока неизвестно. И сейчас мы узнаем, с какого места мы выйдем. Потому как если ПСЖ выиграет сейчас, то возможно по очкам, ну а точнее по личным встречам, скорее всего там по забитым голам, они могут выйти даже на первое место. Ван Бисака, пошла подача аккуратная, но вот хотелось бы посильнее Дэна Решфорда, но мяч почему-то полетел в руки Наваса. Опасная передача Дэхея здесь выходит, забирает мяч намертво. Это Неймар, сразу же подача на дальнюю, но там мяч свалился и не дошел ни до Мбаппе, ни до Анхеля Дзимари. Хороший пас на Маркуса Решфорда. Тот уходит на широком шаге от Флоренции, можно простреливать. И на Бруно Фернандеша передача так и не получилась. А это Поль Погба, он крутит в дальний, мяч проходит рядом с перекладиной. Криштиану Роналду, Бруно Фернандеш, качнул соперника, удар Бруно и здесь Навас отбивает мяч наугловой. Это Фред, пошла подача на дальнюю, ну же, куда ты бил, Магуайр? Будто ворота потерял, вроде бы выиграл борьбу, но послал мяч вдоль в ворота, а не в створ. Опасная передача на Неймара, и был офсайт, но и Дехея, молодец. Хорошая передача на Гринвуда, можно сразу играть в центр. Бруно Фернандеш, Роналду, его выстрел с левой. Еще один момент, и Роналду забивает, ребята. Это фарт, конечно, Роналду, молодец, забивает четвертый гол в Лиге Чемпионов. Ну и немножко растерялась здесь оборона ПСЖ. Первый удар, здесь какой-то рикошет, и первым на мяче оказывается Роналду, который посылает его в дальний угол. 1-0. За 6 минут до конца первого тайма Роналду вводит МЮ вперед. Бруно Фернандеш, передача на Криштиану. Тот набирает скорость, бьет с левой. Еще один рикошет, и я думаю, последний угловой уже в первом тайме. Фред, подача на Роналду, удар по воротам, и мимо. Лейпциг пока выигрывает у Башек Шахира. Но это значит, что, в принципе, все вроде как без изменений остается. Мы на первом месте ПСЖ, на втором. На данную минуту Иерба Лейпциг выходит в Лигу Европы. Удар по воротам, и спасает Дехея. Это Неймар, он залетает в нашу штрафную. Удар Неймара. И Дехея молодец. Сегодня Роналду и Дехея показывают действительно высокий уровень. Неймар хватается за лицо. Это был шикарный момент. И, как мы видим, замены в обеих командах. Поль Погба. Ну же, Бруно. Бруно Фернандеш забивает второй. Но было положение вне игры. И, к сожалению, этот гол не будет защитным. Бруно Фернандеш из штанга. Какой моментище. Какой моментище. Как шикарно лег мяч на ногу. Но, к сожалению, попал в каркас ворот. Штрафной удар. В исполнении футболистов ПСЖ 29 метров до ворот. Удар есть. И Дехея снова переводит на угловой. Еще один удар. И снова блокировка. Тельеш, скидка. Куда ж ты скидывал? А это очередной момент Неймара. Передача на Мбаппе. И тот все-таки забивает. 79-я минута. Киллиан Мбаппе шикарно ловит мяч. Посланный Неймаром. И прошивает ворота Дехея. Здесь уже, к сожалению, Дехея спасти не сумел. Красивый гол. Красивый выстрел в дальний угол. И у нас ничья 1-1. А вот сейчас неплохо. Бруно Фернандеш. Передача на Гринбуда. И нужно подавать. Бруно Фернандеш. Мяч легко достается на васу. И у нас пошли уже считанные минуты. До конца этой встречи. Донни Ван Дебек. Он пытался так же пробить, как и Мбаппе в одно касание. Не получилось. Две минуты добавил главный арбитр к окончанию этой встречи. Они завершены. У нас ничья. Мы по-прежнему остаемся на первом месте. Ну и ПСЖ также выходит в 1-8 лиге чемпионов. Итак, друзья. Смотрим, кто вышел в 1-8. Бавария, Атлетика, Мадрид. Мадридский Реал, Интер. Манчестер Сити, Порту. Ливерпуль, Аталанта. Севилья, Челси. Лацио, Дортмунская, Баруси. Барселона, Ювентус. И Манчестер, Юнайтед, ПСЖ. Пресс-конференция перед матчем с Тоттенхэмом в чемпионате. Вы отлично начали сезон. И теперь имеете все шансы обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий. Сможете придерживаться заданного темпа. О лучшем начале сезона мы и мечтать не могли. Пока все идет отлично. Я надеюсь, что все игроки смогут придерживать форму на протяжении всего сезона. Тоттенхэм и Манн Юнайтед это формально равные по силам команды. Каким будет ваш подход к этому матчу? Игрокам нужно настроиться и показать хорошую игру в предстоящем матче. И давление на них никто не оказывает. Ваша команда показывает довольно нестабильные результаты. Что вы как главный тренер думаете о таких скачках формы? У меня есть 100%, но уверены, что мы наберем форму. И в скором времени вы увидите, что собой представляет эта команда. Это встреча лидеров чемпионата. У Тоттенхэма 40 очков. У нас 39 рядом в Манчестер Сити. В общем, все, ребята, очень плотно. Вот такие вот стартовые составы у нас выходят на эту игру. И поехали. Честно, я думал, что у нас равенство с Тоттенхэмом по очкам. Но выходит, что они впереди. Пока что на 1 очко. Недалеко Манчестер Сити. И нам сейчас нельзя проигрывать, ребята. Потому что мы можем свалиться уже даже далеко не на третье место. Так что нужно выкладываться по максимуму. А через два дня, по-моему, или через три у нас еще игра в кубке. Но там мы можем сыграть более резервным составом. Не получилось выиграть у ПСЖ. Но, может быть, где-то мы даже немножко экономили силы. Потому что там победа была не столь важна. Мы и так выходили с первого места. Главное было не проиграть. Ну а здесь нужно, ребята, обязательно выигрывать. Опасный заброс мяча на Харри Кейна. Он уже в штрафной. И это пенальти. Это пенальти. Мяч попадает в руку Варана. Восьмая минута. Вот такое вот яркое начало. У нас выходит. Но и Харри Кейн будто искал. Ну, кстати говоря, здесь, по-моему, от ноги мяч попал в грудь, а не в руку. Но уже ничего не изменить. Харри Кейн у мяча. Разбег. Удар. И мяч все-таки оказывается в сетке. Дехея угадывает угол. Но пушечный выстрел. Мяч от перекладины или от штанги залетает в ворота. По-моему, в штангу там попала и потом улетела в створ. И вот так вот Тоттенхэм выходит вперед на восьмой минуте. Кто-то мне писал в комментариях, что вот у меня довольно много одиннадцатиметровых, а у них их нет. Попробуйте, ребята, в общих настройках игры включить игру рукой. Тогда пенальти будут почаще. Все-таки в жизни они тоже бывают довольно часто. Иногда даже в каждом матче. Поль Погва. Бруно Фернандеш. Криштиану Роналду. Его удар по воротам. Илья Рис тащит. Решфорд. Подача на Криштиану. Выходит и играет кулаками. Голкипер Тоттенхэма. И снова Криштиану. Можно бить в дальний. И штанга. Но мяч не залетает в ворота. Сегодня, ребята, нам не особо везет. Но нельзя ни в коем случае сейчас останавливаться. Хороший пас. Ну же, Бруно Фернандеш. Мяч в сетке. 1-1. Ну вот здесь Бруно как рукой закинул. И, по-моему, там даже через рекламный щит перелетел. Делая этот кульбит. И здесь здорово. Здорово попал Бруно Фернандеш. Здорово сыграл Криштиану Роналду. 22-ая минута. У нас ничья 1-1. 28 минут позади. Кстати говоря, ничья в этом матче нас тоже не устроит. Потому что если Манчестер Сити свою игру выиграет, а мы сыграем только в ничью, то они нас опередят и опередят Тоттенхэм. И неужели это снова пенальти? Это желтая карточка Магуайру? Нет, это только штрафной, но довольно опасный. Подача есть. Мы отбились. Но Тоттенхэм продолжает свою атаку. Сисокко. У нас остается 4 минуты до конца первого тайма. Попытка нашей атаки. Не прошел пас. Поле пугва на Маркуса Рэшворда. И тут же Тоттенхэм идет в контратаку. Но здесь положение вне игры. Дальний выстрел Роналду. Легко справляется с ним Лиориис. И закончилось добавленное время к первому тайму. У нас перерыв. Ван Бисака набирает скорость. Пошла подача на Роналду. Мяч до него не дошел. А здесь уже на подборе футболисты Тоттенхэма. Подача в штрафную. Удар по воротам и гол. Харикейн. Делает дубль. А Магуайр, ребята, его упустил. Это 2-1. Пользу Тоттенхэма 59 минута. 2-1. И какая передача. Ну и вот здесь Магуайр даже не прыгнул. За этим мячом нужно его менять. У нас двойная замена. Антони Марсиаль выходит вместо полюшки. Погба Алинделев выходит вместо Магуайра. И еще полчаса играть. Удар по воротам. Дехея спокоен. Хороший пас на Антони Марсиаль. Он свеженький. Марсиаль, ну же. Какой момент. И Марсиаль далековато мяч отпустил. Гринвуд. Передача. Ван Бисака. Не должен быть угловой. Так и есть. Пошла подача в штрафную. До удара дело пока не доходит. Игра нашей команды очень сильно разладилась. После второго пропущенного мяча. Еще одна подача. Ну и все. Мы даже не можем сделать точный пас. Выходя из обороны в атаку. И здесь еще нарушение правил. Видимо ребята на этом. Все. Ламела покидает поле. Здесь уже... У нас не хватит времени даже отыграться. Не хватило сил после игры с ПСЖ. Тоттенхэм выигрывает. Ребята, борьба в чемпионате накаляется. Ну а сейчас у нас, ребята, четвертьфинал. Карабао Кап против Престона. Здесь будем играть резервным составом. Потому что наша основа очень сильно устала. Вот так вот выглядят составы. И ребята поехали. В ноябре, в декабре всегда, когда я играю в карьерах, какие-то спады бывают у команд. Нужно сейчас подсобраться. Постараться доиграть с максимальным набором очков до трансферного окна. Там уже будем смотреть, кого нам стоит приобрести. Многие сейчас топят за Пауло Дибалу. И считают, что он может хорошо влиться в состав. Вот так вот выглядит четвертьфинала. И как мы видим, мы снова можем встретиться с Тоттенхэмом, если они пройдут Фулхам. И это, можно сказать, будет такой некий матч-реванш за поражение в чемпионате. Но мне нравится, что сейчас наша карьера довольно реалистично развивается. И при появлении спада есть и поражение, есть и где-то победы, вырванные буквально на волоске. Но и нужно стараться. Нужно стараться. Престон сейчас активно пошли в атаку. Вот мы говорим, что Тоттенхэм должен выиграть у Фулхама. Но и мы еще должны выиграть у Престона. Это Кавани. Надо попробовать ударить. Удар Кавани есть. Игалкипер забирает мяч намертво. Дони Ван де Бек. Его удар по воротам. Мяч рикошетит. Бьет марсиально было положение вне игры. И снова пас на Дони Ван де Бек. И 1-0. Хорошо, ребятки. Дони Ван де Бек забивает гол. 24-я минута. Не факт, что нам хватит сил, конечно, в чемпионате выиграть. Но хотя бы будем бороться за кубки и за позицию Лиги Чемпионов на следующий сезон. Да и пока в Лиге Чемпионов мы, в принципе, смотримся неплохо. С первого места вышли в группе. И будем биться дальше. Мактоминай! Ну же, Фред! Слишком долго. И Кавани почему-то не стал открываться на дальней штанге. В итоге у нас угловой. Давайте попробуем подать. Пошла подачка. До Кавани мяч не добрался. Ух, а это дальний выстрел Джеймса. Но мяч легко достался голкиперу. Можно сыграть в центр. Дони Ван де Бек выкатывает на Фреда. Нужно бить в дальний. И Фред забивает. 2-0. Это, ребята, уже весьма неплохой результат для первого тайма. И при том, что Престон особо не атакует. Ну и Фред классно попал. Очень здорово. По газону пустил его в дальний угол. 2-0. И 43-я минута. Снова пас на Фреда. Фред! Надо второй забить. И второй гол есть у Фреда. И третий в сегодняшнем матче. Вот здесь Фред сделал все классно. То, что не получилось до этого, получилось сейчас. Тоттенхэм пока что выигрывает у Фулхэма 2-0. А Ливерпуль обыгрывает Манчестер-Сити со счетом 1-0. Это Джеймс. Набирает скорость по правому флангу. На дальней штанге есть Ковани. Но слишком сильная подача. И до Марсиалева мяч не дошел. Хорошая передача на Антони Марсиале от Ковани. И Марсиаль залетает в штрафную. На дальней штанге Джеймс. И тому не дают как следует пробить. Опасный момент. Удар по воротам. И Престон один гол отыгрывает. Чем-то этот гол похож на гол Тоттенхэма. Но только там Харри Кейн бил головой. Ну или же на гол ПСЖ. Только там передача была не столь высокой. Амбаппе пробил в лед. Ну и выходит поле Погба. Вместо Фреда остается чуть больше 15 минут. И тут же посмотрите какая атака. Престона. Линделев пытается догнать соперника. Но просто нет сил. Просто нет сил. Я не понимаю откуда у Престона столько сил. Хороший пас на Ковани. Ну и четвертый гол. Ковани не мог уйти сегодня без забитого. После передачи Донни Ван Дебека он забивает четвертый мяч. И снова делает разницу в три. Две минуты добавил главный арбитр. Они ребята уже истекли. Мы побеждаем со счетом 4-1. Четверть в финале. Карабау Кап. Надеюсь серия вам понравилась. Поддержите обязательно ее лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока.